я вышла сегодня поснимать собаки сразу стали лать как только стал снимать вышла на улицу хотела пройтись и вот не могу пройти мимо чтобы не снять не показать вам у нас все уже украсено к осени посмотрите вот такие вот веночки осенние вешают перед на дверь вот такие вот осенние красивые цветы стоят перед домом а через дорогу там дом украшают если можно назвать украшают к хэллоуину я потом вам сниму поближе там просто хозяева сейчас именно занимаются тем что они вот это вот все выставляют эти декорации мне неудобно прямо у них на голове так снимать но там в этом доме всегда я снимала в прошлом году как-то прям какой-то знаете нездоровый увлечение этим праздником если вы сейчас есть постараюсь приблизить чтобы вы увидели какие страсти мордасти там творятся возле этого дома ну такое вообще да у нас уже украшают к хэллоуину у нас уже к осени украшают дома у нас к осени украшают дома очень тоже красиво перед крисмасом у нас украшает у нас все очень принято украшать дома на всякий по сезонам и снаружи внутри кстати я вам хочу сказать вот внутри у нас ведь уже листики листики уже начали падать уже наступает такая осень так вот у нас и внутри принято украшать по сезонам например какие-то подушечки кухонное полотенце все это тоже меняется в зависимости от сезона в основном это осень-зима к лету как-то особенно ничего не меняют а вот к осени вот сэнсгивен у нас только что прошел наш канадский сэнсгивен он отличается от американского американский в конце ноября а наш где-то в середине октября обычно бывает и вот к сэнсгивену все эти тыквы всякие вот украшения всякие вот осенние сори мотивы желтые листики осенние цветочки а к зиме уже конечно зимой уже вот сейчас пройдет хэллоуин вот сейчас прошел сэнсгивен потом 31 октября будет хэллоуин и все и начнется крисмас канадцы обожают крисмас больше чем сэнсгивен в америке сэнсгивен любят и празднуют больше чем даже крисмас по моему ну вот ну во всяком случае может не больше но также а у нас сэнсгивен это такой ну праздник но крисмас это помешательство буйное всех людей на том что нужно накупить подарков нужно украсить дом по сумасшедшему лампочки там всякие в общем все 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 снаружи внутри тоже вот и поэтому очень-очень ждут все крисмасы поэтому у нас вот по моему поэтому сэнсгивен сделали раньше чем в америке чтобы начать уже праздновать крисмас сразу почти после после того как пройдет пройдет хэллоуин и сразу можно начинать украшать дом крисмаса покупать подарки входить в эту знаете крисмасную атмосферу радоваться вот смотри какая у них травка прямо хоть кушай и видите вот листики уже но у нас сегодня такая теплый у нас такая прекрасная погода нас 23 градуса середина октября это такое бабье лето прекрасная погода даже я домоседка вышла на улицу пройтись вот не могла вам не поснимать потому что уже знаете красивая такая пора наступает начинают деревья желтеть и краснеть еще видите вот зеленые в основном потом все они станут красный все эти листья упадут вот некоторые некоторые деревья уже немножко желтеет краснеет и вот так красиво будет так красиво в канаде самая красивая осень в мире это в городе я это всегда повторяю не перестану повторять я такая патриотка в канадского смотрите видите они тоже поставили две тыквы и такие специальные осенние букеты очень симпатично вообще такие красивые двери в этом году мне всегда они очень нравится привлекает мое внимание а гуляя я собственно по своему тут район вокруг своего дома нужно много раз снимала эти эти места потому что тебя здесь гуляю на самом деле мне прям даже жарко я вышла в футболки с коротким ртом и таких леггинсов длинных мне прям жарко на было шорты надеть вот ребята повесили гордо канадский флаг очень любят канадцы вешать свои флаги на дома на машины по поводу каких-то праздников это видимо они по поводу сенсгибена повесили и вообще очень почитают канадский флаг вообще канадцы такие патриоты вот я смотрю по своим детям например вот видите уже деревья начали краснеть мой сын мне недавно сказал что канада самая лучшая страна в мире хотя он на самом деле родилась родился он в израиле и жил в израиле до семи лет он взял практически не помнит всю жизнь свою сознательную прожил в канаде так что мы не ищем как бы особенно сравнивать но он все равно считает что канада самая лучшая в мире страна я с ним не спорю канада очень хорошая страна очень много заботиться о людях очень как бы здесь удобно жить комфортно тихо спокойно все хорошо ничего не не перфектно что называется везде свои недостатки в любой стране медицина у нас так себе правительство у нас то еще не будем вдаваться в подробности в политику конечно везде в любой стране свои недостатки но если сравнивать я жила в трех странах это канада уже третья страна в которой я живу ну да я должна сказать что по уровню жизни по удобству жизни по комфортности жизни канада конечно на первом месте среди всех стран которые я которых я жила плюс у меня семья живет в америке вы знаете в нью-йорке и я как бы знаю немножко что происходит там поэтому я действительно могу это подтвердить канада одна из лучших стран для жизни ну и не только кстати я об этом говорю об этом говорят говорит статистика потому что есть всякие там каждый год выпускаются какие-то данные на основе чего-то каких-то опросов с каких-то статистических данных там знаете преступность по должной жизни что еще уровень жизни видим уровень зарплату уровень цен соотношение цены зарплаты канада стабильно находится где-то на четвертом месте в мире где-то так 3 4 место в мире вот ну так дядька копается в своем огороде у нас принято здороваться если вы идете и кто-то вот копается возле своего дома что-то делает я знаете что хотела вот вспомню хотелось он давно на эту тему поговорить но все никак не доходили не доходил язык мой раз уж мы уже вышли я вернее вышла погулять болтаю так я уже вам расскажу поговорю на эту тему о том работают ли дети в канаде и как как работают дети в канаде и кого работают все ли дети работают значит я вам расскажу например от моих детей да и в принципе на примере моих всех знакомых практически у всех практически из моих моих знакомых дети работают они начинают работать это в старшей школе и потом кто раньше кто позже даже мои дети по-разному разное время начали работать вот дом продавался ведь и написано sold значит его продали у нас дома сейчас улетают как горячие пирожки цены причем дома продаются за цены выше чем чем их выставляют вот если дом выставляет за миллион например а средняя цена сейчас в районе торонто пригородов это миллион долларов за дом ну вы понимаете что такое средняя цена средняя цена это значит что один дом стоит 5 миллионов и годом стоит 500 тысяч ну и уж вот здесь некрасиво снимать пойду там декрасиво да так вот дома я начал с того что если дом допустим средний дом стоит сейчас миллион долларов районе торонто выставляют дом за миллион продают за миллион . 2 или за полтора миллиона зависит от того в каком месте то есть люди приходят предлагают больше денег чтобы только получить этот дом вот такие у нас все дела с домами кстати вот хотела показать вот эти мешки такие бумажные них собирают листья всякую траву который стригут ветки всякие елки-палки потом складывают такие вот мешки и специальная служба их забирает это и куда-то там свозят где они благополучно разлагаются компост такой знаете так вот про работу я буду вам сейчас рассказывать отвлекаться вот на всякие цветочки потому что вот не могу пройти мимо смотрите какие красивые это прямо вот помните такие были георгины ах какие красивые чудесные цветы мой старший сын начал работать в канаде когда им было 14 лет в 14 лет он представляете 14 лет он вообще очень такой работящий у нас мальчик 14 лет он начал он ходил на гимнастику кружок ну как бы школа гимнастическая он очень спортивный так он себя занимался каким-то спортом в тот момент он увлекался очень гимнастикой вот он ходил на эту гимнастику и через какое-то время после того как он занимался там год или два когда мы спал 14 лет ему предложили не хочет ли он там поработать как тренер и первое там 40 часов или сколько-то он работал бесплатно это называется волонтерская позиция он волонтерил там потому что для школы для старшей школы чтобы получить стат нужно чтобы у вас было 40 часов времени что вы где-то бесплатно отработали на благо так сказать общество комьюнити и так далее обязательно все дети это должны сделать вот он от волонтером там в этом этом гимнастическом клубе и потом мы взяли на зарплату и он года два наверно отработал тренером тренировал маленьких деток и таких совсем маленьких там три года пять лет шесть лет ему было тогда 14 лет 14 15 напомню то есть это очень была ответственная работа платили мы очень мало потому что студентам принципе школьникам платят здесь очень мало здесь такая система что детям вот школьникам и студентам могут платить меньше минимальной зарплаты это делается разрешает государство это делать смесь коряга смешно украсили бабочкой вообще какие-то такие интересные скульптуры улитка вон тыквы стоит да так вот разрешается школьникам платить зарплату меньше чем минимум потому что чтобы и брали на работу потому что работодатель не выгодно брать школьников они же в общем то ну такие знаете безответственные глупые дети которые и на работу опоздают сделают что-то не то не взрослые же люди что такой 15-летний пацан вы же понимаете вот для того чтобы было выгодно играть на работу государство разрешает работодателю чтобы они платили зарплату меньше чем если вы взрослый человек да и вот он работал в этой гимнастической школе учил маленьких детей и после двух лет он оттуда ушел потому что он сказал что ну не стоит такого знаете платят очень мало ответственность очень большая действительно ответственность большая за маленьких детей чтобы они не не себе там ничего не сломали не разбили не покалечили но там еще были конечно взрослые тренера вместе с ними не то что он там один был но все равно как бы он у него была группа детей за которых он отвечал родители приходят и начинали приставать со всякими вопросами он должен был с ними разговаривать ну в общем у него была работа полноценного тренера платили ему за это очень мало и он и он в конце концов оттуда ушел пошел работать в обычный супермаркет где за те же деньги он просто стоял раскладывал по полочкам баночки там с едой мешочки и так далее коробки и в принципе эта работа намного менее ответственная хотя не тоже нелегкая потому что это кажется что в магазине вот стоит там раскладывает это довольно тяжело физически в общем-то ну он крепкий парень так что все у него было с этим хорошо но ответственности и ментально это был намного легче чем иметь дело с маленькими детьми с их родителями вот и он пришел супермаркет работать отработал там несколько лет потом он работал официантом в баре по моему год или что-то такое а вот смотрите уже дерево какое красивое сейчас я вам покажу куда это поближе видите как вот уже она осень вот она уже пришла к нам вот такими красивыми красивыми красками да так вот он работал официантом в баре какое-то время в ресторане причем знать какая здесь интересная система на листике живите опали у его еще было меньше 19 лет а алкоголь разрешают в канаде разливать так сказать наливать в ресторанах после 19 так вот ему было меньше 19 лет и самым пить не мог но наливать так сказать наливать алкоголь он мог но для того чтобы это делать чтобы работать в ресторане там где алкоголь он должен был получить специальный лайсен специальное разрешение для того чтобы работать с алкоголем при этом сама самому ему пить было нельзя но вот наливать можно причем это был целый экзамен онлайн я помню что мы с ним вместе там разбирались сидели там был большой целый курс он прошел онлайн сдавал экзамен потом онлайн и в общем он получил это разрешение этот лайсенс и тогда он смог устроиться в ресторан работать вот ну а потом он же поступил университет он уехал из узел крыла к тем и живем он уехал в другой город там он учится несмотря на ковид кстати он все равно уехал потому что он медицинский студента медикам нужно находиться там в кампусе потому что их там тренируете уколы делать в общем короче вот так так вот когда он приезжал на каникулы с университета он во первых всегда работал дортаж это как бы как и уберется потому что опять же убером он работать не может потому что он еще до двадцати четырех лет молодые водители не могут работать развозить еду может так вот у нас есть уберется у нас есть еще разные компании есть вот этот дортаж и он два машина и он занимался вот эта доставка и развозка еды вот этот дом видите он сдается написано они хотят его продавать видимо куда-то выезжают фолис это значит что они воздают они продают эти как много у нас уже листиков нападу хорош такой домик правда снять я думаю что такой дом наш дача стоит ну две с половиной тысячи долларов как-то так вот он работал на разгрузке еды причем когда он был себя там университете он не работал потому что университета его находится маленьком городке там в основном кроме университета еще почти что ничего нету поэтому студенты особенно не балуются заказами еды то есть балуются но там особо не заработаешь на этом а когда он приезжал сюда всегда он там зарегистрирован всегда работал ездил на этом доставку еды делал а когда он приехал сюда на каникулы на летние то он устроился в том престарелых работать опять же потому что он учится на медика и для его резюме он сказал что я ему верю что это очень хорошо иметь уже в резюме запись о работе что вы работали в каком-то медицинском учреждении потому что он работал не просто в дом престарелых для пожилых людей а он работал это называется long-term care facility у нас и это такие как бы дома престарелых где живут уже очень очень пожилые люди в общем-то люди которые ну вот совсем больные неподвижные или с деменцией или в общем со всякими проблемами то есть люди которые в общем то которым нужно ассистент помощь практически все время днем и ночью 24 на 7 и вот много там работает помощи медсестер и вот таких вот не дипломированных помощников которые просто помогают старичкам в общем то каждодневный кормят их моют их поменяют им подгузники купают их в общем делают все 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 тоже как бы не это не совсем что они не дипломированы это либо люди которые кончают какие-то курсы специальные может быть год или два я не знаю для того чтобы работать в этих таких местах или вот студенты медики которые уже какой-то имеет представление о медицинском аспекте как бы человеческого тела и так далее и они вот таких вот мальчиков девочек берут и для них это очень эта практика это хорошая запись резюме это очень тяжелая работа там неплохо платят это колоссальной тяжести работы и ментальные физически можете себе представить работать со стариками которые извините ходят под себя и мозги у них не работают их пытаешься мыть они сопротивляются брыкаются в общем это была та еще работа я вообще удивляюсь как 20-летний мальчик ну вот знаете у человека призывание к медицине что называется я бы не смогла делать такую работу ни за что не под каким видом а он вот совершенно спокойно выполнял эту работу приходил домой рассказывал мне про них про этих пожилых старичков своих всякие истории там разные у них истории в жизни ну в общем и с таким воодушевлением что да я помогаю людям он очень был как бы рад тому что вот он может может делать эту работу помогать людям им это очень нравилось ну и плюс конечно хорошо платили за это так я попала в какой-то тупик сейчас я развернусь на пойду у нас очень часто вот есть улицы которые кончаются вот такими тупиками ведь идет улица улица потом такой круг с елкой и все и там дальше стоят дома и машины дальше не могут ехать они должны вот так вот разворачиваться по этому кругу ехать назад мы сейчас с вами тоже пойдем назад да и вот такой он дел работу я была очень им горда потому что это действительно очень очень тяжелая работа тяжелая действительно работа и он делал ее с улыбкой и в общем-то с добрым сердцем а младшенький поздно у нас начал работать он такой немножко у нас более такой домашний такой знаете младшенький что называется ну мама с папой посадили его в бабу как окружили своей заботой очень сильно поэтому вот но он вот сейчас ему 17 и он летом пошел работать в макдональдс устроился он раньше пошел на просто случился ковид сейчас я отойду отсюда пацанчик мячом лупит наверное мешает вам слушать вообще какой-то ветер у меня появился в ушах наверно будет плохой плохой звук меня заканчивая закруглишь так вот он давно хотел устроиться на работу упс но случился чуть меня не за не заехал пацаны чем вообще но случился ковид и вот уже полтора года он бы уже начал бы на лет 15 момент уже работать 16 точно но случился ковид он не смог и просто все было закрыто никуда людей не брали в те же макдональдс в те же кафешки вот тим хортон старбакс никуда никого не брали потому что все было закрыто на карантине а потом это открывалась закрывалась но по-любому особо работы на работу людей не брали и супермаркеты тоже там нужно было много людей потому что у нас очень долго была такая ситуация что у нас супермаркеты работали на допустим на 50 процентов капусте вместо того чтобы пускать людей всех которые вообще только захотят прийти они пускали допустим 100 человек и естественный продавцов и кассиров не надо было много но вот как немножко все это стало раз расходиться разгребается он устроился в макдональдс работать и до сих пор работает хотя в принципе я ему все время говорится новость тебе там не нравится если тебе тяжело так давай ты уходи пожалуйста не надо держаться за эту работу а он в принципе знаете это не такой point он хочет доказать что вот он тоже может он не то что просто младший маменькин сынок а в принципе тоже вот вполне способен на геройские трудовые подвиги делать это не для того чтобы им нужны эти деньги то есть конечно деньги никому не мешают они допустим из того чтобы упрашивать у родителей на то же мороженое и компьютерные игры на те же джинсы лишние они в принципе зарабатывают эти деньги сами и не надо никого просить да но дело даже не в деньгах ну в каком-то таком знаете моменте так скажем трудового воспитания то есть если человек как бы с молодых ногтей с возраста 14-15 лет начинает сам зарабатывать деньги сам понимает почем фунт лихо так сказать и что такое как как не просто зарабатывать заработать 100 долларов чтобы потратить на какую-то практически начинает работать с какого-то возраста вот наш старший вообще рано начал с 14 а в принципе ну с 16 где-то лет вот так вот дети все практически начинают где-то подрабатывать если вы зайдете в тот же макдональдс то вы увидите что так вот если вы зайдете в тот же макдональдс то видите что наверное 80 процентов работников ставьте кто люди которые там работают это дети школьники студенты в общем такие молодежь сразу поймете взрослые люди таких работах работают типа макдональдс тим хортон starbucks только или они там менеджер какие-то или это люди которые может быть недавно приехали в канаду и не могут найти какую-то такую ну приличную работу что в принципе нормально мы тоже так работали с моим же многим макдональдс нет работала в обувном магазине он работал на заводе просто рабочим на на конвейере там крутил какую-то гайку нормально люди приезжают и устраивается на лишь бы какую-нибудь работали только чтобы зарабатывать деньги получать какую-то зарплату и все такой момент что в канаде для того чтобы строится на более или менее приличную работу вы должны показать что вы в канаде уже где-то работали то есть если вы новый иммигрант вы только приехали и вы сразу там даетесь на должность инженера бухгалтер или какую-то такую работу в общем-то квалифицированную вас не особенно возьмут не только потому что сомневаются ваши квалификации а потому что у них некому спросить здесь есть такое понятие как референс то есть если вам никто не может дать референс то есть сказать что вы хороший работник вы не делаете проблем на работе вы стараетесь вы не опаздываете неважно на какой должности вы работаете даже если вы работали в макдональдсе но ваш начальник скажет в том месте куда вы строится на работу чтобы хорош парень вы не конфликтный вы выполняете все указания вы подчиняетесь графику расписанию не не болеете там не пропускаете и так далее конечно же зачтется на новой работе куда вы устраиваетесь и в принципе если у вас нету референса то вас в общем то скорее всего на на работу не возьмут и очень 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 трудно будет вам устроиться на какую-то квалифицированную работу в том числе тоже и это касается какие собачки в том числе это касается и детей то есть вот понимаете человек когда например он он заканчивает университет и идет устраиваться на работу после университета он должен в своем резюме сейчас пройду шуму тетка стрижет траву он должен предоставить резюме свое а какое может быть резюме студента человек который закончил школу закончил университет понятно же что ни на каких таких работах по специальности он не работал но достаточно показать что вот человек работал макдональдс или человека был супермаркет или официантом или вот как бэн в каком-то медицинском учреждении бэн это сын мой принципе после фактически по специальности потому что он оказывал медицинскую помощь людям которые которые находились в этом учреждении где он работал то это конечно уже засчитывается намного легче и лучше человека больше шансов устроиться на работу после университета когда он имеет вот такой вот запись своим резюме чем человек который никогда в жизни нигде не работал то он принесет свое резюме вот он даже он закончил прекрасный университет но у него ничего пусто чистого нигде не работал это очень очень нехорошо и работодатели местные смотрят на это как-то так немножко искоса подозрительно поэтому дети все работают еще в школе еще в университете они все 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 пытаются наработать вот этот вот свой опыт работы мы тоже вот внесли лепту в украшение дома к осенним к осенним праздником веночек повесили на дверь поставили тыквы и посмотрите что у нас произошло вот у нас завелся какой-то грызун какой-то грызла которая ночью погрызла нам нашу тыкву он тут какие-то остатки она она его вытащила и там чего-то пыталась кушать но что-то не очень хорошо представляете испортил нам всю нашу композицию испортил я не знаю кто это кролик мышка суслик может быть какой-то может быть ракун ракун это не помню как по-русски ну в общем вы понимаете да крошка енот короче короче кто-то нам погрыз вот так вот нашу тыкву нашу красивую тыкву и теперь у нас осталось две наверное на ночь их надо будет заносить домой потому что все девочки надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно увидимся в следующем видео люблю целую с вами была ваша дита из канады пока пока бай